Можно продолжать? Возьмуты пространства не одинаковы в разных направлениях. Иными материями, которые тоже неоднородны по своей структуре. Атомы расположены на одинаковом расстоянии между собой, но вверх и вниз, они по-другому, два налево, они влияют на другого совершенно по-разному. Только единственный материал, в котором атомы располагаются практически одинаково, это алмаз. Для атома нейроза находятся абсолютно в одинаковых расстояниях от друг от друга. Внутри, конечно, от самого кристалла. Во всех остальных мы имеем агидотропность, то есть неоднородность. Кроме алмаза, все остальные материалы, вот главное, неоднородность. Одну член, прошу прощения. Прошу прощения. И это нам четко объяснить. Мы имеем пространство, которое неоднородно, неодинаково, свойство как-то по стране, неодинаково в разных направлениях. Имеем вещество. Это тоже неоднородно, неодинаково в разных направлениях. И когда это вещество находится в пространстве, которое неодинаково в разных направлениях, мы начинаем, наблюдаем взаимодействие материи в пространство. Получается, что пространство и материя взаимодействуют. И это взаимодействие зависит от того, как их свойства качества ориентированы друг по другу. Понятно это? Именно поэтому один и тот же перепад в одном направлении вызывает одни свойства качества проявлений, в другом направлении вторые, в третьем, в третьем. Вот и все. И это потому, что они неоднородны в разных направлениях. И тот же самый перепад влияет на процесс по совершенно разному. Вот и все. Ну, это в двух словах я объяснил теорию об фитюре поля, которую пока еще никто не мог создать еще, к сожалению, почему-то. Ну, и теория очень простая. Благодарим, Николай Викторович. Пожалуйста. Что еще непонятно? Николай Викторович, в общем, тогда получается, в природе может существовать отдельное магнитное электрическое поле, да? Они не отдельные, просто от нас разделяли. Они заводились, постоянно существуют, понимаете? То есть, просто они не одинаковые, поэтому человек отступил в одном больше, другой меньше, понимаете? Это отмечено, чтобы было понятно. Естественно, в природе ничего, ничего не... То, что человек создает, заставляет электронно двигаться, это искусственное управление этими процессами. Вот из чего. А в природе постоянно получается, потому что это не целенаправленно, не в данном направлении, а в разном направлении происходит перепады, понимаете? Поэтому электроны всегда туда-сюда прыгают, но они не видят в этом направлении. А именно, когда заставляют перепады в данном направлении, когда им нужно вдоль проводника, понимаете? Когда вдоль проводника электрон начинает двигаться. Именно поэтому они говорят, что электрический сетон, когда направлено в движение электрона от плюсов к минусу, только никогда не объясняли, что такое плюс, что такое минус, и почему электрон движется от плюсов к минусу, не говоря о том, что такое электрон. Вот мы сейчас с вами все это разобрали, надеюсь, все четко и ясно понятно, потому что действительно это очень просто. Гравитация, как я поняла, что это направленный поток вниз? Гравитация-то, да? Вот вы объясняли, значит, магнитное поле, это стрелочка вверх, гравитация вниз, да? Ну, в принципе, да. В принципе, это одинаковый тот же самый перепад. Вот когда он отправляется вниз, мы называем его гравитацией, когда он отправляем его, допустим, мы называем его махнутом поле, когда в сторону мы называем тридцей поле, все. Когда один, вот, и три пальца, одинаковый качество. Понимаете, только они в разных направлениях. Вот так, уровень реки поднимается после дождя и уменьшается после того, как сокращается и уходит тонушка. Вот это могло бы им двух направлений только. Значит, еще тридцать. Николай Викторович, вот еще возникает вопрос, значит, переменный ток, это получается и магнитное поле, и гравитационное, сразу электрический ток, да? Да, просто два процесса искусств остаются. Перепады столь проводника, которые пока показаны на рисунке. После чего возникает переменная цветов столь проводника, то есть, начинается электрон, начинает сдуваться с одного стороны и с другого, то есть, обратно у одного начинается перемещаться к другому. А в рентгене, что это касается, потому что, в рентгене, получается, что они перемещаются от одного к другому, вот и все. А постоянный ток, значит, без гравитации, да? Без вниз. Постоянный ток, значит, без стрелочки вниз, да? Постоянный ток литрический, если. Да, ну, супер. Постоянный ток, ну, вот, посмотрите рисунок, мы-то забрали в сторону. Это постоянный двигатель, в одном поле, это вроде вверх. Да, да, вот, без вниз. 4, 3, 15. Там только специально использованы разные цвета, показывают, что на пространство накладывается другое качество. Эта качество сменяет состояние матери, понимаете? Как же, знаю, 3, 3, 16 показано, что накладывается то же самое качество кожи не вверх, а слева направо. Понятно. не вверх, а слева направо. Вот и все. То же самое, личина, то же самое, только или так, или так. Для того, что пространство в разном направлении, то же самое изменение в разных направлениях, одинаково изменение, но в разных направлениях, проявляет, понимаете, у нас процесс, по-разному, все. Мы 3 недели разбирались, а сейчас за 10 минут усвоили. Мы 3 недели разбирались, но усвоили здесь вот быстро очень. Ввиду того, что... А, 3 недели, теперь услышал. Просто, опять-таки, мой совет, принцип подхода к стимулу совершенно другой к тому, к которому мы привыкли. В принципе, когда вы учились в школе, вас просто зомбировали, вам убивали, но как вы должны понимать. Без объяснений. Поэтому очень сложно переключаться на другое понимание. Но это необходимо, потому что иначе вы не потом будете понимать. А ведь все несложно, просто нужно... Иногда нужно несколько раз прочитать, чтобы материал отсел. Опять-таки, не потому что я говорю, чтобы мои книги читали, а потому что практики показывают, что мозг выбирает... Однажды раз после каждого прочитания он берет какой-то кусочек, расширяется. В следующий раз еще запомнить кусочек. То есть у вас... И потом наступает момент, когда вы начинаете понимать, не теряло. То, что я делаю, в данном случае, помогает, чтобы то прочитание наступилось быстрее. Вот сейчас... Еще, знаете, вопрос есть. Такое у меня понятие собственной мерности. Вот, допустим, атом, затем, значит, зоны вот этой электронной, затем, ну и так далее. Вот это вот понятие, немножечко расширьте его для нас, потому что от этого процессы... Ну, как бы, идет начало изменений, как бы, этих процессов всех, которые вы, как бы, изменили, проговорили сейчас. Слышно? Слышно, да? Вот понятие... Давайте услышим. Не слышно. Не услышим, но все-таки лучше, когда говорить ближе к микрофону, чтобы все-таки было слышно. Но я понял, что вопрос, кстати. Опять-таки, что такое нервности уровней, собственной нервности каждого атома? Я специально показывал, специально пытался объяснить, на рисунках... Сейчас, секундочку, переключу, переключу, посмотрим, какой... Что-то вам у вас отправили. Слышно. Одну секундочку. Специально показывал элитрацию. К примеру, элитрация 3.3.2 элитрация 3.3.4. Все показаны, ну, только ядра. Не весь атом, а тут ядра. Водорода и ванна. Смотрите, результат 3.3.2. Это водород. И это минимальный атом, и его, он имеет только у нормального здоровья и одного атома единиц, то есть один протон внутри находится. А 3.3.4, это атом урана, но ядро содержится 235-238 протонов и нутронов. Видите, размер ядра. Для того, чтобы такое ядро можно гораздо больше места, правильно? Да. Это как снизу, срать у себя маленький снизу, который мы скатали, и бросать. Огромный снизу ком, который скатали, допустим, катая, то же самое снизу, катая снизу, становится большой ком, становится большим огромным ком. Теперь, если посмотрите, на рисунок 3.3.5, здесь уже показаны не против ядра, здесь показаны полностью атомы водорода и урана. Видите, они расположены в разных точках. Нету уровень первым, вторым. Видите, уровень 1, уровень 2. Л урана и л водорода. 2.3. 2.3. Что это такое? Это связано с тем, допустим, представьте себе, на нынешнику, что атом урана начал двигаться, поднялся вверх. он поднялся вверх, он подавил вставок уровень и попал, в свой взрыв, попадая в зону между третьими, вторыми, третьими уровнями. Понятно, да? Атомы попадают за пределами диапазона между первым и вторым уровнем. Там, между вторым и третьим уровнем сферийское плодное вещество существовать не может. И атом урана начинает распадаться. Это называется радиоактивный расход. Поэтому атом водорода может быть стабильным только тогда, когда он находится вот в таком положении, как я показал на рисунке, его уровень, например, который находится, находится, в противке, касается самой нижней границы. И тогда он может существовать не крайне стабильно, не распадается. Почему, допустим, в чистом виде, почему, в чистом виде, допустим, уран не существует, потому что, если в чистом виде, вот это, представьте себе, атом урана построен как вот все из к решетке, чистый уран. Все атомы одинаковые, это не стоит в единию систему. Получается следующее, то есть, допустим, наложить сюда микросхибические колебания нежности, которые всегда присутствуют, то это волны, те самые литры излучения. Накладываясь на этот картин, они будут повседовать, что периодически от ядра урана попадало в огромную устойчивость, и начало распадаться. Понимаете? Именно поэтому мы имеем уявление, сказать, радиоактивности, когда атомы начали распадаться, и с них санктивируются те атомы, которые устойчивы к данным состояниям пространства. Теперь атом водорода, видите, находится вверху. В принципе, вот как показано рисунок, как показано на... Где-то рисунок. Рисунок, рисунок. Важно. Где же это? Другой нашел. Там показывают правда дитейли, но это достаточно объяснение не подойдет. Рисунок допустим третий фер. Там, правда, показывают водород обычный и дитейли, где у водорода есть два протон и один протон и один дрон. То есть, атомный вес в единицу. Показанное видимо водород может существовать устойчиво как внизу гипозона, как и вверху. Но, в принципе, водород он очень маленько влияет на пространство. Представьте себе пузырек, какой-то пластмассный пузырек, очень легкий. Вы его бросаете в воду и он погружается в подпроверность воды, но не входит глубоко. он охот это примерно то, показывает водород. И поэтому, если мы его по каким-то причинам он пошел глубже, но потом, если не влиять у него, этот пузырек пластмассовый поднимется и вернется что он нет. Почему? Потому что его условия внутренней в таком положении. балансирует его вверх. Алло! Ага, слышно хорошо. Слышно? Да, да, слышно хорошо мне говорит. Что последнее вы слышали? Что последнее вы слышали? Он говорит, что последнее вы слышали? Какие слова? А? Сполнитесь? Вот и минут. Про пузырек пластмассовый мы слышали последние слова. Повторите, пожалуйста, последующую речь. Вот представьте себе, что любой атом это как шарик пластмассовый заполнен какой-то жидкостью легкой пример, так? Но тяжелее, чуть-чуть тяжелее воды примеру, так? Что произойдет в такой шарик в воду? Кто может сказать? Ну вот тяжелее. опускаться будет? А, опускаться будет как? До самого дата будет или как? Чуть-чуть теплая нет, если вода, если жидкость только чуть-чуть тяжелее, чуть-чуть тяжелее воды, то этот шарик заполнен жидкостью, опустит чуть-чуть под поверхность, а не заполните глубоко. Понимаете? Значит, допустим, опустим на 5 сентинетрах, примеру, форуста. А теперь, если мы возьмем, его силой опустим ниже. Что получится? Опустился, потом поднимется вверх, попрыг немножко опять на ту самую глубину, где его состояние в стойчивости, когда его компенсируют тапущим эффектом воды. Правильно? А теперь кстати себе, что мы два шарика таких. Один шарик заполнен такой жиркой жидкостью, а другой шарик заполнен более тяжелой жидкостью. Что получится при этом? Этот шарик в воздух, правильно? каждый дойдет опену и остановится. И уже не будет видеться ни вверх, ни вверх. Правильно? Да. А теперь сделаем третий шарик. Наполнен третьей жидкостью, в котором то же самое в 8 году и он идет глубже, чем второй. Правильно? А теперь представьте себе, что мы бросим три шарика с разными жидкостями, по плотности, тяжелее воды, но чуть-чуть тяжелее воды, чуть больше, еще больше. результате получим 13 шариков сразу ниже к стене, становятся в разных глубинах. И теперь представьте себе, что мы сделаем. Попадать каждый шариков поместить, потом спустить. каждый из них будет идти или в них или вверх, не важно. Каждый шарик будет подниматься или опускаться под всем нашим воздействием. Каждый мы прекратим действия, каждый из них будет возвращаться куда? На свой уровень. На свой уровень, делаем стабильную устойчивость, правильно? Да. А вот тебе представьте, что вместо такого шарика является атом. И все. Легче воспринимается. Все. Каждый шарик с разной жидкостью внутри это то же самое, что разный атом. Поэтому вот этот уровень, на котором шарик заполнен жидкостью тяжелее воды остановится, есть условия для этого шарика, для этой жидкости уровень собственной верности. То есть когда все сбалансировано. Когда вес шарика компенсируется выталкивающей силой воды. Понимаете? Понятно. Этот шарик будет находиться всегда. При малейшем попытке поднятия усить его, если мы прекращаем действие, это шарик после колебаний, движения вверх-низ, приходит опять в состояние. Правильно? Вот. Он самый сатумом. И поэтому вот это состояние, где атом, в данном случае шарик это атом или молекула. не надо. Атом это кипичик. Это шарик уже не шарик, а атом. Он самый происходит. Чтобы уже вода у нас не вода, а параметры между первым-вторым уровнем. Представьте, что это как бы пространство изменено, как вода. Все атомы их размеры тяжести погружаются в этот воздух глубже или меньше. Но каждый из них существует то, что сделано максимально стабильным. То есть, если его освободить, дать ему свободу, он остановится и будет стоять и двигаться на этот уровень. Получается, что в принципе все атомы окружающие нас пространство они в принципе расположены на разных своих собственных уровнях. Вот это и есть собственный уровень нервности атома. Понятно? Закон устойчивости этого каждого, да? А вот закон явления радиоактивности уже здесь А радиоактивность? в 18-м любой атом может радиоактивность никогда физика не объяснялась. Она просто контактировалась. Радиоактивность говорит, существует все что и тут три полураспада называют. Что это означает? Сколько времени проходит причем количество атомов данного вида умеется два раза. Но не объясняют, почему распадаются большие причины вообще. Никто никогда не мог объяснить. А здесь очень просто. Потому что иногда атом тяжелый, когда он урана, он опускается под самым дно. Опять если он пройдет дальше, он опять был в точку. Потому что физическое вещество не может существовать за пределами вот этого диапазона. Это понятно, да? Да. Но даже если он не продавил дно дальше, это не значит, что все прекрасно. Получается, что он находится очень близко, все продавливают. Дополняет его деформация, то есть он находится полностью весь депазон прикрывает. Понимаете? И теперь достаточно любых незначительных колебаний, которые приходят с великим излучением микросфитических вибраций, которые в тот момент накладываются на атом, они дополнят виселение и это даже строится не в точке. Понимаете, да? Да. Это что касается урана. Но ради активности можно даже водород, который очень маленький. Почему? Потому если по тем иным причинам, когда показывают рисунки 3,3,8, посмотрите 3,3,8. И 3,3,7 и 3,3,8 они рядом находятся. Видите, у нас показано, что на рисунке 3,3,7 например показывают, атом водорода и атом дитерия. Но прикиньте, пускай подумают, что это не дитерия и водорода тоже. Представьте себе. Так вот, по каким-то причинам кто-то стал и толкнул один дитерия вниз. Вот он идет второй дитерия, где написано? Атом находится. Если мы отпущим его, этот атом начнет двигаться вверх. Тому уровню где он стучил. помните шарик жесткий неоплёк. После через это время атом сместится в сторону где он был к верхней границе. Показано рисунки 3,8. Видите, да? И теперь, если представим, что пространство не спокойно, понимаете, море в принципе никогда тоже не было спокойно, если существует волну меньше или больше, правильно? А пространство вообще не существует спокойно на микроволнове, постоянно коллегивается микроскопически. Так вот, если эти микроскопические коллеги закладываются на это минус, то атом водородный очень близких границей. И если какое-то колебание нервности накладывается за момент на этот атом, то попадает между вторым и третьим, поднимается выше, понимаете? Все, то есть они точно распадаются, точно так же, как атом водорода. Причина для распада совершенно разная. Вот еще. Это понятно? Да, понятно. Теперь для отдыха можно задать еще один вопрос, здесь очень напряженное сегодня у нас занятие. Николай Викторович, если у нас вселенная из семи материи создана и только определенная таблица Менделеева находится на земле, новых элементов уже не может организоваться, возникнуть? таблицей нет. Да, потому что как бы пишут все в научных все кто-то новое там не изобрело в смысле того, что нашел, открыл. Вот. как вы нам объясните? Объясните, я не понял просто. Пожалуйста, сразу скажу, что вопрос. Новых элементов на земле кроме уже Менделеева таблицы не будет? Не может быть? Все что открываются искусственно созданные элементы, которые существуют в какого-то времени, когда эти условия существуют для них. Понимаете? Все эти открывания элементов не существуют по себе, а только искусственно созданные. Понимаете? Все понятно. Важно то, что открывают элементы новые, они сами иногда существуют невязанной доли секунды. Пока условия, которые это представьте, кто-то взял, двинул куда-то в сторону и все, двинул и возникло состояние, при котором атом может быть устойчивым. Но как это не снялось, а тут же спал. все. Но искусственно создана, это не то, что у природы. Природа что существует устойчиво по времени. Понимаете? Вот и что? Можно еще вопрос такой? Тогда поскольку у нас большее количество медиков Николай Викторович, как же тогда микроэлементы, которые врачи назначают цинк, железо, тогда получается тоже искусственно созданные? Почему искусственно созданные? они искусственно они просто нет, вот смотрите, другие вещи элементы они просто чистые элементы. Они не созданы. Они существуют в природе, просто они соединения их отмечают еще? А что-то дают что мы говорим здесь, они почитают они говорят, что этот триллион доли секунды. мощные электрические и магнитные поля. Мы разбираем что-то электрические и магнитные поля. Кладем? Да. Вот и все. То есть накладывая на обычные условия мощные поля, они создают специальные условия, которые вещества и все по-другому. Возникает то, что в нормальном состоянии нет. И возникает вот и все. Николай Викторович, Татьяна Анатольевна, еще по рисунку 3-2 у меня одна фраза, понимаете, вот так читаешь, вроде бы как складывается. Какого рисунка? 3-2-2. 3-2-2. Ага. Ну там может быть не по самому рисунку, а потом уже как объяснение. Вот в процессе амплитуды возникает синтез, да, у вас гибридной формы А-Б. И вот потом когда образовался... 3-3-3-2... 3-2-2. 3-2-2. 3-2-2. 3-2-2. Ага. Сейчас, подождите. Да? Вот, значит, происходит тут синтез гибридной формы материи А-Б, да? И в этой зоне, значит, неоднородности при возникновении... Я просто объяснил, сразу в токуре все ушла. Здесь показано ступенька под ступенькой, как свободные материи начинают сливаться друг с другом. Для того, чтобы две материи слились друг с другом, нужно, чтобы деформация пространства была достаточно, чтобы они все могли там выразить и поместиться. Понимаете? Да. Это-то, да. Мне вот тут немножко, знаете, непонятно вот эта фраза, когда преобразование уже этой гибридной формы, значит, зоне неоднородности пространства... Она не преобразуется, она возникает. И там как-то написано, замораживает эту зону неоднородности, вот мне вот это вот непонятно, создавая стоячую волну мерности. Ну, потому что деформация, когда заполняется яму, он же объясняет уже, помните, говорили, что если возьмем яму дороги, ну, ясно покажу. Это-то, да, понятно. Вот это то же самое. То же самое, да? Если мы рассыпаем яму на дороге, она перестает существовать, потому что мы ее рассыпали материалом и выровняли уровень дороги. Она прямая дорога, без ямы. Но яма осталась. Вот мы заполним яму другим листом, а если мы разъедем дороги, то место, где было ямородок и есть. Просто мы не завели чем-то, запомните, понимаете? Вот и есть замораживание, понимаете? То же самое здесь. Ну, стоячая волномерность вот это еще. Да? Стоячая волномерность вот это мне тут еще не очень. Да, вот это и есть то же самое. То же самое, да? Конечно. Николай Викторович, здравствуйте. Маргарита Аркадьевна. У меня, в общем, вопрос такой. Как бы с ураном и водородом мне понятно, но вот с изотопом что-то не могу, не совсем. Почему вот лишний нейтрон создаёт условия для выпадения атома из диапазона устойчивости? В общем, опять-таки кристрации 338. только теперь мы говорим о водороде и детерии. Детерии это изотоп водорода. В чем отличие между водородом и детериями? То, что в гидре водорода только один протон, а в виде детерии протон плюс нутрон. зачем атомный вес две атомные единицы. А у водорода и одна атомная единица. Это вкусно, да? То есть две атомные единицы вес вес сам по себе нейтрон он не меняет совершенно тяни мероприя пространства. Потому что нейтроне мероприя пространства думают в компенсии плюс и минус одинаково совершенно они не чувствуют и нет никого не то есть вес имеется но на мероприя он не лет поэтому это нейтрон понимаете но тем не менее вес дополнительно деформация больше понимаете он давит не чаще не на периску плане понимаете поэтому когда дейтерий поднимается вверх он поднимается на тот же уровень как и водород но из-за того что сам ядро тяжелее чем ядро водорода видите показано что микропространство атома водорода меньше чем атом и получается что ядро и терия как-то ближе к верхней границе чем атом водорода видите да теперь для того чтобы атом и готов водорода стал неустойчивым и расстался нужно гораздо меньше крепат нервности наклада внешнего ножа на очне понимаете чтобы изменить и создать условия когда он становится неустойчивым понятно даже небольшие понимаете посчитать поскольку условно расстояние информацию касается границы вы видите да не касается видите да вот для того чтобы водород стал неустойчивым нужно полна чтобы наложилось сюда узнайте сделать водород неустойчивый можно гораздо больше мощный а до теперь гораздо меньше чуть-чуть додорать вот и все понятно но в общем это с каждым атомом других элементов то есть конечно то же самое это есть и затоп это есть и затоп возрода третий это уже здоровый затоп и так это за любого потому что каждый атом становится на место стабильности устойчивости максимально устойчивость и каждый раз для того чтобы любой лишний вес меняет баланс изменяет то есть каждый нейтрон лишний он-то не меняет состояние мерок он меняет вес понимаете да понятно то есть уровень собственно мерок остается то же самое а продавливание деформация пространства как раз вот еще изотопа может быть нерадиативным а его изотоп изотопа радиативным что в принципе никогда не было сено нормальной обычной физикой института то есть все изотопы как бы их устойчивость она близка к диапазону вот я показывал на уровне в примере верхней границы то же самое как в воду в атома спасибо в воду в атома тоже самое спасибо пожалуйста Николай Викторович скажите пожалуйста возникает такой вопрос почему радиоактивность нарушает живую ткань почему подумайте разрушается разрушается молекулы в квестках что такое алифина в основном поток включений бывают несколько поток нейтронов плюс гамма из этой включений алло да слушаем Николай Викторович в воду в нейтронов знаете что такое нейтроны попадая в атом захватываются атомами они становятся тяжелые становятся неисточными и начинают распадаться то есть представьте в ваших молекулах определенные атомы начинают исчезать молекулы при том молекулы начинают распадаться все начинает расползаться правильно да теперь если мы говорим о гамма или бета излучения асо бета гамма излучения это разные типы излучения которые опять на два то есть на даму это реликтовое излучение как мы говорили да а представьте что то самое гамма бета излучения это в принципе есть реликтов гораздо более мощное излучение а при взрыве ядер возникает мощная гамма в этой излучении микроскопическое лебание мерности которые проходят в пространстве они накладываются на опять-таки на атомы и молекулы не разрушают целостность молекулы молекулы ионизируются вместо молекулы ионы которые совершенно другие свойства правильно когда разрушается молекул значит структура молекул распадается значит клетки начинают распадаться тоже ионы молекулы они должны быть они становятся они химически активно начинают взаимодействовать другими химическими чувствами внутри клеток и возникает что признать что правильно вот еще это понятно или нет благодарим Николай Викторович понятно вот это просто всегда должен понимать мой совет в принципе вот вы задайте вопрос почему радиоактивность так почему плохо влияет на торгун человека то есть прежде чем задать вопрос это я просто пытаюсь вам помочь научиться думать настоятельно что такое радиоактивность то что это первое это поток нейтронов дрова очень коротко после чего идет гамма это альфа излучение что такое поток нейтронов это частицы которые попадают пронизывая мущество они очень маленькие по-говороте захватываются атомы происходит то что мы говорили это первое когда атом захватывает лишь нейтрон это водород захватил лишь нейтрон стал что приводит деформации деформации их на микропространстве а теперь альфа это гамма излучения это микроскопит колебания нервности который накладывается на пространство мы разобрали уже с вами что происходит при накладывании колебания нервности на пространство в котором находится вещество правильно то есть если вы перед тем задавать вопрос сначала подумайте а что значит то что вы спрашиваете понимаете у вас возникнет за ответ на вопрос сам по себе просто нас приучили задать вопрос не думая что за этим просто стоит приучали в школе приучали в университетах университетах и так далее заставляли повторять как пугаем кто-то сказал неизвестно почему считается правильно кто-то признал что это человек правильно и все остальные начинают повторять истину в последнем станции а это ошибки понимаете может быть как раньше университетах что что вокруг земли и каждый из нас может пойти и сказать мы имеем подтверждение этого вот давайте выйдем утром и того станем и будем смотреть видим что солнце поднимается мы никуда не видим земля подавляет поднимается правильно на востоке мы стоим не двигаемся наблюдаем довольно эксперимент и видим что солнце поднимается выше полный обвините он опускается и садится на западе того мы делаем вывод что солнце движется вокруг у нас правильный вывод нет хотя наши данные казалось правильным мы имеем недостаточно объем информации понимаете потому что мы рассматриваем нечитываем вновь и времени которые нам не видны когда мы уходим на улицу и наблюдаем как солнце поднимается на западе понимаете вот здесь вот так допустим люди мысли если бы никто бы не стал думать по-другому этот поплыл вокруг вышел приплыл ту самую точку и думал хорошо как же получается земля круглая получается а если я выпал с этой точки в нее же такой 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 конца поплыл на запад а приплыл с востока правильно и получается что странно плывешь на запад и кажется на востоке какой-то может быть то есть это то самое затмение почему затмение почему кто-то кто-то тень тень закрывает солнце и все от земли от луны выпадает от луны между солнцем выпадает и на луны и на солнце и на солнце и все понимаете многие вещи если человек подумает он приятный что кто в глаза видит что солнце на востоке и на западе это есть иллюзия движения солнца вокруг нас но самое смешное знаете что до сих пор существует в латинской америки я разговаривал это не было очень смешно существует общество плоской земли называется власть 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 то есть общество плоской земли где люди до сих пор убедены что земля плоская вот поэтому понимаете задача заключается в том что каждая фраза нужно вникать в смысл слова каждое слово это не просто сокрещение воздуха каждое слово имеет смысл и значение